Деньги есть, а снять их негде. Жители ЖБИ жалуются, что в их поселке нет ни одного банкомата. И чтобы получить заработную плату, пособие, стипендию или пенсию, местные жители вынуждены ездить в город. Дана Марат с подробностями. Количество банкоматов в Казахстане примерно равно числу улиц. Однако в Караганде банковские оборудования в основном находятся на центральных улицах. Тогда как в некоторых районах, например, как на ЖБИ, банкомата совершенно нет. Жители района медсанчасти, у нас очень большой район. И очень бы хотелось, конечно, чтобы у нас поставили банкоматы. Потому что очень много пенсионеров, очень много инвалидов. Очень много предприятий у нас, железобетонный комбинат у нас, завод. И вот туберкулезная больница, и там у нас авиационный завод. Ну, в принципе, здесь и мелкие, и так есть предприятия. Но хотелось бы, конечно, чтобы банкомат был. Банкоматы стали такой же неотъемлемой частью современной жизни, как и интернет или телевидение. А вот в поселке ЖБИ такой роскоши нет. А ведь здесь кипит трудовая жизнь. Противотуберкулезный диспансер, авиационные и железобетонные заводы трудятся на предприятии тысячи человек. Заработную плату работникам, естественно, начисляют на пластиковые карточки. Вот только чтобы снять кровные, местным жителям приходится ездить в центр города. Я работаю в туберкулезной больнице здесь вот на районе. Больница большая. Мы все получаем зарплату с Народного банка. И очень хотелось бы, чтобы на наш район администрация города обратила внимание в том плане, что большой район, нету сберкассы, негде снять деньги. Мы все ездим с ним, а деньги или в Пришахтинск, или в Новый город. Но даже попасть в Караганду для жителей поселка ЖБИ проблема. На остановках местные каждый раз томятся в длительном ожидании. Люди сетуют на то, что автобусы ездят здесь с интервалом в час, а то и полтора. А вечером и вовсе не уедешь. У нас ходит один всего 37-й автобус. В рабочие дни, конечно, это более-менее, но в выходные вообще невозможно. Всего два автобуса. Интервал между автобусами час, час десять. Очень хотелось бы, чтобы администрация обратила внимание на то, чтобы нам оставили 145-й маршрут, который идет вот сейчас по этой ветке, потому что очень удобно людям добираться на работу. Автобусов мало. Вечером вообще отсюда не уехать, только на такси. А такси дорогое. Дана Марат, Тулеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова